Всем привет! Попросили меня здесь записать небольшой видеоролик, чтобы сделать вот такую вот деталь. Вот эту и вот эту вот. Вот на этом примере я вам покажу, как пользоваться скетчапом и спроектировать эти детальки. В моем случае открываем файл создать. Вот открыл новый файл, этот новый проект. Для начала нужно настроить. Главное, чтобы слева была вот эта панель. Когда вот эта панель есть, она очень удобная. Для этого заходим в вид панель инструментов. И отсюда выбираем большой набор инструментов. Вот этот большой набор инструментов как раз вот эти вот наборы полностью. У меня вообще галочки вот здесь вот понаставлены. Они не все нужны. В принципе, песочница не нужна. Можно выключить. И вот этим мы пользуемся. Также можно настроить данные модели, чтобы... Ну вот здесь настраиваться единицы. В каких единицах мы будем строить детали. Нам нужно в миллиметрах. Вот у нас стоит миллиметры. Кто дом хочет построить, там, естественно, или сантиметры, или метры нужно выбирать. Ну, соответственно, и площадь, и объем. Вот. Вот эта тетенька, она для масштаба. Ну ладно. Поедем, начнем проектировать. Для этого мы сначала внимательно изучим нашу деталь, размеры, и подумаем, от чего мы будем отталкиваться. Но здесь что я вижу? У нас есть контур, цилиндр, окружность. Вот эту окружность мы и будем делать. Видим, что диаметр окружности 26,6 мм. И радиус, значит, получается 13,3 мм. Давайте от этого и будем отталкиваться. Выбираем здесь слева круг. Будем рисовать круг. Выбрали. И смотрите, перед тем, как начать рисовать, здесь внизу пишет, что Ctrl+, и Ctrl-, изменение числа сегментов. Сегменты будут писаться, этот, показывается прямо здесь же, около карандашика. Давайте центр выберем вот здесь. Есть еще такой нюанс. Если нам нужно изменить направление координат, это делается курсорными клавишами. Вверх-вниз, влево-вправо. Вот, допустим, нам по другим по осям надо будет делать. Вот это мы делаем по оси Z. Z, это по зеленой оси, и это по красной оси. Вот. Делаем по оси Z. Нажимаем один раз, тянем, и меняем число сегментов. Нам желательно делать число сегментов кратно четырем, по-моему, четырем, чтобы можно было через диаметр провести линию. Для этого нажимаем Ctrl и плюс. И вот у нас пишется число сторон. Чем больше число сторон, тем круглее получится наш круг. Сделаем 48. Так как изначально у нас было 24, мы просто в два раза увеличим. Так, и радиус 13 и 3. Вот внизу, справа, видим, да, там пишется радиус. Пишем на клавиатуре 13, запятая и 3. И нажимаем Enter. Вот. У нас получился круг. Вот здесь вот внизу пишется радиус. Вот здесь, внизу, справа. Так, нажали Enter. Все увеличим, как нам надо, с помощью колесика. И здесь мы дальше будем рисовать. Чтобы выйти из любого инструмента, допустим, у нас выбрано переместить. И чтобы не каждый раз вот сюда вот курсор нажимать, просто нажимаем пробел. Ну или пробел, как правильно. И все, у нас курсор автоматически становится курсором-стрелкой. Так, теперь что? Давайте посмотрим остальной размер. Вот этот вот, нам интересует. 6 миллиметров. Это у нас, видимо, сектор, окружность такая вот. Давайте ее будем рисовать. Так, давайте вот отсюда и нарисуем. Опять выбираем круг. Здесь тянем. И так, 6 миллиметров. Это получается диаметр 3 миллиметра. Но здесь уже четкие 1, 2, 3 миллиметра появляются. Можно не писать 3 миллиметра. Просто нажимаем второй раз левой кнопкой мыши. И все. И теперь что? Нам нужно вот эти секторы увеличить. Вот здесь у нас не видно нигде толщина вот этого зубчика. Ну, мне скинули, сказали, что 1,5 миллиметра. Чтобы на 1,5 миллиметра отодвинуть вот этот вот сектор, давайте выберем измерение в улетку. И вот отсюда вот мы отмеряем 1,5 миллиметра примерно. Вот где-то вот тут вот должно быть. Так, здесь поставим. Пока ничего не нажимаем. Просто набираем 1,5. Длина. И нажимаем Enter. И вот у нас поставилась здесь точечка. Видно, да? Вот эту точечку. И вот до этой точечки нам нужно отодвинуть вот этот вот сектор. Для этого мы нажимаем клавишу переместить. А, нет, не переместить. А, вот повернуть. Нажимаем. Будем поворачивать вот этот сектор относительно оси Z. Нажимаем вот посередине. Вот сюда вот. В начало координат. И выбираем вот эту сторону. Конечную точку. Нажимаем. И перемещаем. И при этом нажимаем Ctrl. Один раз. Это значит копирование. Нажимаем Ctrl. И вот мы перемещаем только вот этот сектор. И вот как раз вот на эту точку мы переместили. Теперь что делаем? Нажимаем левую кнопку мыши. И ничего не нажимая, можно вот колесиком покрутить. Вот. И дополнительно теперь нам нужно набрать умножить на 10. Вот внизу видно, что у нас пишет угол умножить на 10. Таким образом мы копируем в 10 штук вот таких вот секторов. И нажимаем Enter. Все. Вот у нас появились еще 10 секторов. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Почему 10? Потому что вот здесь их 10 штук. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Все. И здесь вот у нас остается вот эта штука, которую как раз трогать не будем. Но здесь у нас видно, что вот... Сейчас я вам покажу. Вот. Друг напротив... Ну, друг напротив друга должны быть вот эти зубчики. Вот этот большой зуб и вот этот вот зубчик. У нас видно, что здесь чуть-чуть не совпадает. Вот. По красной линии, если вот это вот продолжение посмотреть, вот здесь середина, а здесь уже не середина. Видимо, зубчик все-таки нужно... Здесь, наверное, все-таки не 1.5, а 1.6. То есть вот здесь нужно поиграться, чтобы вот именно посередине попал вот этот зубчик. Вот. То, что мне как бы размеры скинули вот такие примерные, а чтобы точно знать, все-таки надо попасть методом тыка, что ли. Я не знаю, как правильно. Вот. Но я пока оставлю так. Таким образом, что мы дальше делаем? Здесь видно, что вот этот зубчик, он какой-то своеобразный. Радиусный. Но, чтобы дорисовывать, это надо вот эту деталь иметь в руках. У меня ее нету, я делаю только по картинке. Поэтому по картинке же я и покажу, что в принципе нужно здесь дальше делать. Имея в руках, можно все поконкретнее делать. А здесь вот нажимаем вот линию. Просто покажу, что можно еще дальше порисовать. И допустим, вот сюда нажмем. Так, у нас есть, смотрите, здесь один размер 28,7. Вот этот размер нам можно сюда проставить. Это вот отсюда мы возьмем. Опять же нажимаем рулетка. Так, и вот с этого края нам нужно 28,7 отмерять. Вот где-то вот тут, наверное, будет. Пишем 28,7. Нажимаем Enter. Вот. Видите, у нас здесь появилась точка. Вот, 28,7. И до этого нам нужно карандашиком линию провести. Вот. Здесь видно, что вот этот зубчик, он немножко радиусный. Ну, если радиусы делать, вот здесь зубчик, это время займет. Но здесь я пабрику покажу. Вот. Здесь есть инструменты дуга. По двум, по трем точкам там. Вот. Можно вот так вот нарисовать. Здесь мы видим, что у нас число сегментов не дает сделать вот этот радиус, вот эту дугу. Поэтому у нас дуга не получается. А дуга нужно, побольше нужно сделать дугу, чтобы число сегментов вошло вот в эту дугу. Там как вариант, либо сегменты уменьшить, или так и вставить. Дальше давайте просто скопируем вот эти две линии, чтобы не рисовать здесь. Для этого вот выделяем эти две линии. Набираем опять же повернуть. И здесь вот относительно вот этой точки мы и повернем. Только для этого нам нужно вот этот транспортир повернуть. А чтобы повернуть, также используем курсорные клавиши. Вот. Относительно красной оси мы просто берем и поворачиваем. Нажимаем Ctrl. Вот. И вот сюда кладем. Все. У нас линии повернулись. Можно удалить. Все. Вот это лишнее. Два раза нажимаем, чтобы у нас выделилась и линия, и вот эта плоскость. Все. Вроде как что-то типа такого должно было получиться. Вот. Остальное. Здесь вот это. Эти нужно удалить. Эти секторы. Вот. Не всегда линии удаляются как нужно. Короче. Нужно удалять это все вручную. Бывает. Расположим сверху на этот. Так. Где она там у нас? Витали? Вот. Сверху. Вот. Так. Все. Лишнее мы отсюда удалили. Теперь нам что нужно? Нам нужно вытянуть. Перед тем как вытянуть, мы вот сделаем вот это отверстие. Так. Оно где-то, наверное, радиусом 2 миллиметра. Так. Сегменты. Все нормально. Сделал. Если ошибка выходит, можно сегменты уменьшить. Вот у нас показывается здесь сколько сегментов. Control-23, 24. В принципе нормально. Сделаем сразу же и вот это вот отверстие. Ну вот это вот. Большое. Все. Теперь можно повытягивать. Внутри вот этот круг можно вообще убрать. Чтобы вытянуть, нужно нажать вот на кнопку вдавить или вытянуть. Я пользуюсь клавишей P. Вообще горячие клавиши можно вот просмотреть. Так. Инструменты вот здесь вот. Когда запоминаешь вот эти горячие клавиши, очень удобно быстро работать. То бишь как вот переместить. Очень часто приходится пользоваться вдавить, вытянуть. Вот. Так. Вдавить и вытянуть. Так. Вытянем, скажем, на 10 мм. Я не знаю какая толщина. И внутреннюю часть тоже. Так. Внутренняя часть у нас вообще там дно, по-моему, получается. На 2 мм сделаем. Чтобы сделать наружную стенку, здесь нужно будет сначала закрыть вот эту вот плоскость. Чтобы закрыть, мы просто по диагонали возьмем и протянем линию. Чтобы она проходила через центр. Вот. И сейчас вот можно сделать еще вот такой вот выступ. Теперь удалить надо вот эту плоскость. И можно вдавить вот эту часть. Ну там на сколько? На 1 мм, например. Вовнутрь. 1. Набираем и Enter. Вот. Получается вот что-то вроде получается у нас. Вот здесь есть еще вот такая вот. Прорезь какая-то непонятная. Но она, наверное, идет вот отсюда и до дна. Давайте попробуем его сделать. Чтобы красиво сюда нарисовать вот эту прорезь, нам, возможно, его надо было вначале сделать. Так как мы, допустим, забыли о нем, сделаем сейчас. Нам нужно сначала сделать вспомогательные линии. Для этого выбираем вот эту вот рулетку. И относительно вот этой красной линии мы наверх протянем вот по оси Z. Чтобы удерживать ось Z, нужно нажать на клавишу Shift. Вот. Она вот, видите, вот эта стрелка принимает синюю форму. Синий цвет. Нажимаем Shift. И она увеличивается. Вот эта синяя. И теперь, куда бы мы ни двигали, она всегда будет идти по оси Z. Очень удобно. И вот протянем вот эту линию до вот этой верхней плоскости. Вот. 10 мм. Все. У нас появилась вот эта линия. И теперь давайте вот относительно уже этой вспомогательной линии сделаем влево-вправо две линии еще дополнительно. Также рулеткой. Допустим, на 1 мм отодвинемся сюда. По зеленой линии на 1 мм. Нажимаем 1 и Enter. И вот сюда вот. 1. Все. И здесь вот нам нужно сделать вот какой-то вот такой вот вроде как ролик. Главное нам нужно сделать, чтобы внутри у нас была плоскость. Так. У нас плоскость не совсем получилась. Значит, у нас есть где-то разрыв. Вот. Видимо, вот этот вот разрыв. Нам нужно будет сейчас как-то заполнить этот разрыв. Вот. Видите? Все. Теперь у нас две плоскости. Теперь идем, вдавливаем вот эту плоскость. Сюда. И потом дальше, чтобы выдавить, надо попробовать еще вот эту вот плоскость, вот эту вот линию убрать. У нас появилась вот такая единая плоскость. Ну, так как нам это не совсем правильно, нам нужно как бы удлинить, получается, вот этот вот грань. Вот. Главное, чтобы вот эта плоскость у нас получилась. Все. Теперь опять вдавливаем дальше. Нажимаем P. И вот нам до сюда нужно, да? Вот что-то вот, типа подобное у нас вот получилось. Вроде как, похоже. Ну, в общем, потренироваться нужно. И должно все получиться. По-моему, все. Давайте посмотрим снизу, что у нас там. Ага, вот у нас дно. Не до конца. Ну, то есть вот эта плоскость у нас удалилась. Чтобы вернуть эту плоскость, выбираем, опять же, карандашик. И здесь вот соединяем линией. Нет, не получилось. Давайте еще раз. Ага, вот, теперь получилось. Так, удаляем. Все, линии удалили. Так, и у нас дружность вот эта вот не получается. Давайте еще раз круг сюда нарисуем. Вот. Вот. Вот, теперь это все правильно. Здесь он. Так. Вот здесь у нас есть еще вот такая вот выемка. Его тоже, в принципе, сделать нетрудно. Для этого, что мы сделаем два радиуса. Ну, имеется ввиду два круга. Так. Вот отсюда, наверное, пять миллиметров радиус. Здесь есть вот хороший такой инструмент смещения. Вот. Допустим, относительно вот этого круга нам нужно сместить на несколько миллиметров. Просто выбираем вот это смещение. И смещаем ну, сколько там, на три миллиметра. Так. Дальше нам нужно сделать дуги по двум точкам. Попробуем. Получится. Так. Вот одна дуга и вторая где-то по-моему здесь. Где-то так. Вот здесь вот эту дугу нужно сделать побольше. нет, больше не получается что-то выходит за рамки дозволенного. Ну, ладно, пусть так будет. Все, у нас получилась плоскость, которую тоже можно выдавить вовнутрь. Так. Выдавливаем вовнутрь на один миллиметр. Вот что-то типа такого должно получиться. Так. И вот здесь еще есть если внимательно посмотреть тоже какая-то полукруглая выемка. Честно говоря, я попробовал. Я пока не знаю как с кетчапом вот эту выемку сделать. Ну, она вот эта деталь не под тем ракурсом сфоткана и мне кажется, что там есть еще какая-то выемка полукруглая. То есть, вот если вот здесь вот нарисовать сейчас я покажу. Так. Относительно вот это я сей. Вот. Что-то типа такой выемки. Ну, только с другой стороны. Вот. С другой стороны вот эта вот сторона. И нужно как бы проситься вот здесь вот эту выемку сделать. Вот. Она я вот попробовал, она у меня что-то не получается. Так что пока оставим так. Ну, лично говоря, даже я не знаю, как на 3D-принтере это бы печаталось, эта выемка. Потому что вот эту деталь они хотят распечатать на 3D-принтере. Поэтому под большим вопросом. Вот эту часть мне тоже кажется, что надо будет на фрезерном чипу станке потом отфрезеровать, если не получится на 3D-принтере распечатать. Ну, пока так вроде бы деталь готова. Основные инструменты я показал. Как-то так. Дальше нам нужно проверить, есть ли здесь какие-то грехи. грехи. для этого здесь у меня установлен Solid Inspector. Вот он. Это расширение, которое устанавливается в диспетчер расширения. И здесь есть Solid Inspector. Его нужно скачать и сюда установить. здесь просто нужно нажать на эту кнопку и здесь у нас показывает, что здесь есть какие-то огрехи. Пока эти огрехи мне не видны, не знаю, что она здесь показывает. Вроде все правильно, но когда показывается какой-то грех, то там красным кружочком показывает. здесь я нажму просто Fix All и все. Никаких ошибок нет. Никаких грехов нет. Вот эту линию можно удалить. Ну вроде как все правильно. Эту линию тоже можно удалить. Вот эти лишние линии, чтобы они не мешались глазу. Можно удалять. Потому что неизвестно как 3D принтер себе поведет. Еще раз проверим. Все, ошибок нет. Теперь что, мы выделяем эту деталь полностью. Нажмем три раза. Все, выделилась полностью вся деталь. И нажмем на правую кнопку и создать группу. Все. Теперь можно вот эту деталь перемещать. Чтобы что-то изменить в нем внутри, нужно два раза нажать. И мы таким образом заходим во внутрь детали, во внутрь группы. Все, выходим. Нажимаем, ну куда-то сбоку нажимаем или пробел. И выходим. Копируем эту деталь. Нажимаем M и просто отодвигаем. Нажав Ctrl. Пусть она здесь у нас лежит. Позже нам его надо будет сделать и проимпортировать в формат STL. Нажимаем файл Import STL. Здесь выбираем модель Units. Там миллиметры и бинарный плюс будет. Импортировать только выбранный элемент. Вот этот выбранный элемент он выбран и нажимаем Export. Ну и куда-нибудь там сохраняем куда нам нужно. Нам нужно создать вторую деталь. Вот эту вот. Давайте займемся идеей. Относительно на этой детали как раз у нас размеры уже есть. Попробуем создать. Так. Для этого опять же возьмем окружность и нам нужно относительно так давайте еще раз посмотрим. Вот эта деталь она сюда вставляется. Как я понимаю. Нам нужно создать внутреннюю окружность и наружную. внутренняя у нас диаметр там сколько было 13,7 миллиметров да делаем 14 миллиметров вообще чуть-чуть неправильно наверное не 14 миллиметров а здесь у нас будут по-моему патроны и вот эти патроны они как бы будут туда должны влезать. Детуктивным методом я посчитал что здесь должно быть примерно 16 миллиметров. 16 миллиметров один и второй. Допустим стенка будет у нас 17 миллиметров. имеется ввиду не стенка 17 а толщина стенки. Дальше у нас отверстие и вот эта пимпочка. Отверстие у нас должно быть под патрон вот сюда мы возьмем и нарисуем отверстие наверное диаметром там где-то 6 миллиметров. Значит радиус 3 миллиметра вот так мы видим что за стенку выходит наверное все-таки не 16 миллиметров это стенка то есть не стенка а первая часть все-таки наверное 17 нарисуем тогда вторую часть уже 18 будет вот давайте еще раз посмотрим эту картинку вот это отверстие можно удалить и вот эту линию нам нужно продолжить вот до этой линии чтобы у нас образовались еще две плоскости по идее должно быть так нарисуем давайте вот эту пимпочку я так полагаю она тоже у нас радиус вот где-то вот так и где-то так вот все у нас получились две плоскости а также мы видим что у нас с другой стороны тоже есть какая-то радиус насти вот это вот и сразу же она идет вот сюда вот вот это нам нужно будет сразу же я сделаю примерно так как повторяюсь у меня нету нету на руках вот этой детали я как полагаю примерно должна идти вот так дальше так так еще раз дальше как-то вот так а уже отсюда у нас идет какая-то дуга отсюда и допустим отсюда нам надо нажимать так куда-то у нас не туда ушло видим что не туда ушло еще еще раз давайте по этой плоскости так вот вроде по нужной плоскости у нас сейчас пошло и сделаем дубу опять что-то не то да еще раз опять не туда ну вот нужно в общем как-то вот попытаться давайте попробуем по трем точкам отсюда сюда и вот как-то вот вроде бы что-то получилось так все лишние линии удалим ну вот вроде что-то похоже так вот это я так поинполагаю тоже удалить нужно там еще какое-то отверстие вот это вот то ли заклепка то ли что ну это тоже вот здесь нужно сразу же сделать все а теперь нужно вытянуть там так это тоже удалим вот у нас единая вот такая вот плоскость и вроде как получается давайте проверим тянем что-то вроде как похоже так и вот это дно нам тоже нужно вытянуть не знаю насколько допустим на один миллиметр так вытащим немножко деталь на один миллиметр вверх так вот посинеть оси на один миллиметр ну и в принципе вообще нам ее можно уже убрать так вот эта плоскость еще на один миллиметр поднимем а вот эту деталь куда-нибудь уберем все внутри нам нужно сделать вот эти вот эту пирамидку для этого снизу нарисуем не знаю насколько ну допустим вот так вот и вытянем его наверх так повернем грани повернем грани здесь чтобы у нас получилась единая плоскость нужно нам провести линию а вообще там по моему еще и отверстие есть ну и отверстие тоже можно убрать сделать то есть вот так вот это как-то получается так отверстие у нас не получается несквозное вот когда такая ситуация что вот когда выделяешь внутреннюю часть вот эту вот и у нас выделяется внешняя тоже это значит что у нас нету границы вот здесь вот внутри чтобы появилась граница нам нужно выделить вот эту внутреннюю часть и вот эту вот боковинки потом нажать правую кнопку пересечения граней и нажимаем с выделением все теперь у нас видите выделяется внутренняя часть все нормально так теперь что давайте проверим у нас же внутри еще одна часть есть так удалим пока вот эту часть вот вот видите вот эту я выделяю и выделяется и вот эта наружная часть тоже этого быть не должно для этого опять же временно пока удалим вот эту верхнюю часть выделим боковинки вот эти вот и вот эту плоскость и опять же пересечения граней с выделением но мы выделяем здесь и у нас все равно выделяется наружная часть тоже почему потому что у нас видим почему-то вот эта часть здесь не закрыта нету линий везде есть но вот здесь вот почему-то и нету но создадим вручную карандашиком проведем вот все провели и у нас видно что они отделились друг от друга все вот эту часть можно удалить и чтобы вернуть верхнюю часть просто соединим карандашиком вот эти две части вот так ну и так далее чтобы сделать вот эту пимпочку также закрыть нужно сначала вот эту край и отсюда уже провести линию вот так вот вытягиваем ну вот и все у нас вроде как появилось квазное отверстие ну а дальше остальную часть можно уже тренироваться у кого есть на руках вот эта часть с точными размерами ну вроде как все готово покажу еще один интересный инструмент введение вот это вот это такой вот своеобразный иногда даже непонятный инструмент я покажу как он работает допустим нам нужно сделать какую-то троидальную вещь для этого мы нарисуем для начала круг по оси по зеленой оси вот сюда вот и теперь еще один круг только уже по линии ну вот по синий линии вот сюда вот нужно так теперь нам нужно вдоль этой оси протянуть вот этот круг вот для этого и нужно вот этот инструмент нажимаем на вот эту линию нажимаем на инструмент введения и нажимаем вот эту плоскость и у нас получается вот такой вот троидальные вещи ну а дальше как это использовать уже можно прибегнуть к фантазии ну на этом можно я думаю остановиться это так сказать основа всем пока пока вот